В этом уроке, дорогие друзья, мы с вами узнаем, как импортировать различные файлы в программу Premiere Pro, а также узнаем, как создавать новую последовательность. Итак, прежде чем мы приступим к процессу видеомонтажа в программе Premiere Pro, мы сначала сюда должны импортировать исходный видеоматериал, с которым мы собираемся работать. И для того, чтобы его импортировать сюда, мы можем воспользоваться сразу несколькими способами. Первый способ. Переходим к панели Project, кликаем здесь правой кнопкой мыши и выбираем пункт Import. У нас открывается проводник Windows. Здесь мы переходим в ту директорию, где у нас находятся наши видеофайлы. Кстати, все эти видеофайлы вы сможете скачать вместе с данным мини-курсом. Здесь мы выбираем тот видеофайл, который хотим импортировать, допустим, первый, и кликаем по кнопке Открыть. Таким образом, данный видеофайл появляется у нас на панели Project, и это говорит нам о том, что теперь он импортирован в программу Premiere Pro. Кстати, сейчас у меня панель Project находится в режиме List, то есть список. Вот он. Мы можем перейти вот к этому режиму, который называется IconView. Кликаем по нему, и теперь наш видеофайл будет представлен в виде вот такого пиктограммы. Самая главная фишка такого режима заключается в том, что мы можем здесь на панели Project просмотреть данный видеофайл. Для этого просто наводим курсор на его левую границу, и проводим курсор в правую сторону. Таким образом, мы просматриваем данный видеоотрезок. Если мы проведем курсор наоборот, справа налево, то просмотрим наш видеоклип в обратном направлении. Вот такая вот приятная мелочь. Идем далее. Второй способ импорта заключается в использовании верхнего меню. Верхнее меню, оно у нас расположено вот здесь вот. Давайте кликнем по пункту файла и выберем команду Import. Открывается проводник Windows. Здесь выбираем тот видеофайл, который хотим импортировать, и нажимаем на кнопку открыть. Данный видеофайл у нас также прекрасно импортируется на панель Project. Следующий, третий вариант. Мы просто переходим к панели Project и делаем здесь двойной клик левой кнопкой мыши. У нас снова открывается проводник Windows. Мы выбираем тот файл, который хотим импортировать, и снова открыть. И данный видеофайл прекрасно импортируется сюда. Следующий способ импорта заключается в использовании панели Media Browser. Данная панель у нас представлена как отдельная вкладка вот здесь вот. Кликаем по ней и у нас открывается Media Browser. Media Browser представляет собой некое подобие проводника Windows внутри программы Premiere Pro. То есть здесь мы также имеем доступ ко всему содержимому нашего компьютера. Давайте перейдем в ту директорию, где у нас находятся наши видеофайлы. Они у меня расположены на диске D в папке Files. Я выбираю данную папку и все эти файлы у меня открываются вот здесь вот. Выбираю тот файл, который хочу импортировать, кликаю по нему правой кнопкой мыши и выбираю пункт Import. Данный видеофайл также импортируется у меня на панель Project. Ну и последний способ импорта файлов в программу Premiere Pro заключается в обычном перетаскивании. Мы открываем ту папку, где у нас находятся наши файлы, выделяем их. Можем выделить сразу несколько видеофайлов. Кликаем по ним левой кнопкой мыши и удерживая левую кнопку мыши мы их перетаскиваем вот сюда вот на панель Project. Перетащили, отпускаем левую кнопку мыши и эти файлы прекрасно импортируются у нас в программу Premiere Pro. Вот такой вот очень удобный и очень легкий способ. Кстати, стоит отметить, что импортировать программу Premiere Pro мы можем не только видеофайлы, но также различные изображения и музыку. В принципе, программа Premiere Pro поддерживает все основные форматы всех этих медиафайлов. Если во время импорта различных медиафайлов вы не будете использовать какие-либо экзотические форматы, то никаких проблем у вас возникнуть не должно. Окей, после того, как мы импортировали все исходные видеоматериалы в программу Premiere Pro, нам сейчас нужно создать новую секвенцию. Ну или по-другому новую последовательность. А что такое последовательность? Последовательность это некий контейнер, который будет содержать наше итоговое видео, собранное из отдельных кусочков исходного видеоматериала. Если вам сейчас это определение кажется немного непонятным, то сейчас мы создадим и настроим новую последовательность и вы все прекрасно поймете. Итак, для того, чтобы создать новую последовательность, мы переходим в правый нижний угол панели Project и кликаем по кнопке New Item. В появившемся меню выбираем первый пункт Sequence. У нас появляется окошко New Sequence. Здесь, вот в этом списке, у нас представлены различные пресеты. Пресеты или по-другому наборы готовых настроек для создания тех или иных последовательностей. Если вы знаете, на какую камеру вы снимали ваше исходное видео, то вы можете, основываясь на этой информации, выбрать тот или иной пресет, нажать на кнопку OK и вы создадите новую последовательность. Но, как мне кажется, такой способ, он какой-то непонятный. Поэтому давайте кликнем по кнопке Cancel и закроем данное окно. Вообще, при создании последовательности стоит учитывать то, что чаще всего последовательность должна иметь те же параметры, что и исходный видеоматериал. А какие это параметры? Это размер кадра, формат видео, количество кадров в секунду, соотношение с аром пикселя и так далее. Чтобы сейчас создать очень просто и очень легко новую последовательность, точно с такими же параметрами, как и у исходного видеоматериала, мы просто берем один из этих видеороликов, кликаем по нему левой кнопкой мыши и перетаскиваем его на кнопку New Item. И таким образом мы создаем новую последовательность, которая будет иметь точно такие же настройки и параметры, как и исходный видеоматериал. Стоит отметить, что настройки и параметры нашей последовательности, они влияют только лишь на то, как наша итоговая последовательность будет выглядеть в окне программ. Итак, мы создали новую последовательность и она у нас сейчас появилась вот здесь, на панели Project. Если мы сейчас переключимся в режим списка, то, как вы видите, последовательность у нас имеет немного другой значок. Это у нас все видеофайлы, а вот это у нас последовательность. Давайте ее выделим здесь и нажмем клавишу Enter, чтобы переименовать ее. Назовем, например, Моя последовательность. Нет, это как-то слишком сложно. Давайте Мой фильм. Мой фильм. Отлично. При создании нашей последовательности Моя фильма, она у нас автоматически открывается на панели таймлайна. И сюда у нас автоматически поместился тот клип, который мы перетаскивали на кнопку New Item. В принципе, его можно здесь выделить и нажать клавишу Delete, чтобы его удалить. С заполнением нашей последовательности исходным видеоматериалом мы займемся в следующем уроке. А пока хотелось бы вернуться к тому, что последовательность это контейнер, которым мы будем собирать отрезки нашего исходного видеоматериала. И так вот на выходе, совместив все это вместе, мы получим итоговый видеофильм. А на этом, дорогие друзья, я думаю, данный урок можно закончить. И мы продолжим уже в следующем уроке.